МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О преступлении, за которое судили братьев Дмитрий и Евгения Борисовых, в подмосковном Долгопрудном до сих пор боятся говорить, даже спустя 7 лет. Я вам серьезно говорю, я не запугаю, меня пугает эта история. Она ужасная. Но тогда, 7 лет назад, казалось, что преступление раскрыли по горячим следам. За жестокое убийство матери с 17-летним сыном приговорили братьев Борисовых. Тогда никто и не обратил внимания, что мать убитой Оксаны Ковелькиной отказалась от денег, которые присудили взыскать с убийц ее дочери и внука. Потому что в душе у меня смятение, что не они убивали. Случай братьев Борисовых похож на типичную историю, которую можно услышать в любой колонии. Практически каждый, кто осужден на долгие сроки, уверяет, что сидит ни за что. Но нечасто людей осуждают на основании косвенных улик, полностью игнорируя показания десятков свидетелей. Мы решили спустя 7 лет еще раз попробовать разобраться в обстоятельствах того преступления. В тот вечер Оксана была в центре внимания. А ее сын Дима, вот он попал в кадр, очень стеснялся камеры. Когда Оксана и Дима погибнут, это записи, это песни будут казаться друзьям какой-то зловещей, насмешкой судьбы. Ну, шпиро за это получай. Оксана кажется душой компании. Друзья знали, на самом деле Оксана Ковелькина жила очень осторожно и тяжело сходилась с людьми. Достаток у нее был. Видимо, осталось от мужа. Ну, видимо, она этого где-то и побаивалась. Вечером 14 июня Оксана вышла на лестничную площадку, чтобы проводить приятельницу. Едва за той захлопнулись две религии. Там все в квартире было разворочено, все, что было, было посередине комнаты выбросено в комнату. Вот мы отмывали стены. На двери кровью был крест рукой, пальцами якобы так. То есть такое впечатление, что вот эта символика показывает месть какую-то. Убийца задержали на следующий день. За месяц до преступления братья Дмитрий и Евгений приехали из Ташкента. Устроились у сестры, которая жила в том же доме. А в день самого убийства продавщица ближайшего хозмага вспомнила, как они покупали ножи. В том числе и по фотокомпозиционному портрету были установлены братья Борисова. К тому же за считанные минуты до убийства к Ковелькиной заходила подруга. И мельком видела двоих подозрительных персонажей. Она отлично видела, что один из них был в куртке с капюшоном песочного цвета. Оксана Ковелькина с сыном жили на пятом этаже. Братья Борисовы на седьмом. Сосед около часа прислушался к странному шуму, который доносился из квартиры Ковелькиных. И позвонил в милицию, когда убийцы уже покинули квартиру. От Долгопрудного до места работы Борисовых в центре Москвы около 30 километров. Здесь вместе с напарником они занимались ремонтом. Охрана на вахте зафиксировала время ухода рабочих. На проходной была, по-моему, запись 19.40. От первой образцовой типографии, в здании которой в тот день работали братья Борисовы, до метро Серпуховская пешком минут 8. А еще 20 минут на метро, 5 минут, чтобы пересесть на платформу Тимирязевская, и полчаса на электричке до станции Долгопрудной. От станции нужно еще дойти до дома номер 7 по улице Подцаева, пешком это минут 20. Подняться на пятый этаж и подождать возможности совершить убийство. Все это вместе минимум полтора часа. Если братья Борисовы действительно вышли из проходной в 19.40, на месте преступления они никак не могли быть раньше начала 10-го. А это полностью оповергает их вину. Тем более с работы до места убийства они должны были съездить в этот день как минимум дважды. Ведь продавщица хозяйственного в Долгопрудном видела их покупающими ножи за несколько часов до убийства. У следствия этому нашлось свое объяснение. Они проводили работу на первом этаже, что не исключало выход через окно. И ничего, что первая образцовая типография, где работали Борисовы, режимный объект с решетками на окнах, а обеденный перерыв всего час. С третьего этажа, как они якобы говорят, можно было спрыгнуть там, убежать, за 15-20 минут доехать до Долгопрудного, сделать себе, как они говорят, алиби, вернуться и дальше работать. А как же свидетели, которые опознали братьев Борисовы? Мама считает, что это не те люди. Именно эта женщина в день убийства гостила у Ковелькиной и мельком видела поджидавших в подъезде убийц. Я думаю, что они жили до сих пор в подъезде. Такие люди не умирали. Если это то, о чем я думаю. Вы поймите, тут такая страшная цепочка. Даже 7 лет спустя она боится называть имена, только намекает на какие-то таинственные силы, повлиявшие на выводы следствия. Вы не знаете сами, куда вы потицы разобрались. Вы что-нибудь о Долгопрудном узнаете? Кем был убитый за 8 лет до жены Александр Ковелькин, знал весь Долгопрудный. Но почему-то эту версию убийства следователи даже не рассматривали. Фамилия была Ковелькин. Значит, Ковельич это уменьшительно ласкательный. Его там могли так друзья и близкие звать. Он был не просто участником, казначеем когда-то влиятельной Долгопрудненской группировки. Долгопрудненская группировка была очень такая, я бы сказал, богатая, очень мощная. С серьезными, значит, связями. Одни из первых, там, правоохранительная структура в органах государственной власти. Они уже туда начинали входить. Поговаривают, что Ковелькина убили за то, что утаил воровской общак. Но где были спрятаны деньги, до сих пор неизвестно. Мать вдовы авторитета вспоминает. Оксана действительно открывала счет в Фейцарии на себя и на сына. В октябре месяце, в 2004 году, надо было ехать опять, делать эту, перерегистрацию вот этого вклада. И вот не дают они им дожить до октября месяца. Случилось это 14 июня. О том, что было после смерти дочери, Галина Канчева говорит без имен. Угрожая мне, стали требовать эти документы, поскольку они не получили от нее их. И по сей день мне нет покоя, это мне. А как же продавщица хозмага, опознавшая братьев Борисовых? Мы долго искали этого главного свидетеля обвинения. Она тщательно заметает следы и до сих пор боится показаться перед камерой. Наконец, момент истины. Свидетель Марьина рассказывает, как давала показания. Вытягивались на второстный гонок. Подумали, что в основном в одном городе, свой гонок в одном городе. Через несколько месяцев запуганная женщина все-таки напишет отказ от показаний. Но следователь Артеменко до сих пор уверена, это были происки обвиняемой стороны. Адвокат оказывал на нее давление. Мне не нужно эту жалобу показывать. Впрочем, давили не только на свидетеля обвинения. Рабочие, которые обеспечили алиби Борисовым, понимали, следователи искали обвиняемых, а не убийц. Следователь каждому, вот и мне, да, в частности, я уже не помню фамилии, всем говорил, а вы не боитесь за свою семью, понимаете? Вот уже такое давление было. Когда спустя 4 месяца появились отпечатки пальцев младшего брата, якобы найденные на месте преступления, никто не удивился. Евгений вспоминает, когда его вызвали для беседы, неожиданно предложили кофе. Не мог даже подумать об этом. И попил кофе, после чего через день появились отпечатки пальцев в моем деле. Два месяца делал экспертизу, потом в один день после приезда, в субботу вечером, где угостили его кофе, появляется экспертиза. После приговора сестра Борисовых Татьяна не успокоилась. Продолжалось засыпать разные инстанции с жалобами и апелляциями, но со старой квартиры пришлось съехать. Были звонки еще на городской телефон, не на мобильный, на городской. Что говорили? Говорили, ты когда успокоишься, когда ты закроешь свой рот, и все в таком духе. Родители Борисовых иногда приезжают из Ташкента на семейные свидания с обоими сыновьями, но им все тяжелее навещать детей. За 10 месяцев отец на 10-3 постарел. Я когда его увидел, я просто не узнал, такой уже старичок совсем стал. В 2004-м они получили по 17 лет строгого режима, и теперь должны выйти в 2021-м. Мне будет 41, в динамике 46. Каждые 4 месяца Катя ездит в колонию к мужу, в остальное время старается не думать о семейном счастье. Потому что там молодые пары гуляют, там встречаются, влюбляются. И я, честно говоря, я даже об этом не думаю, у меня нет времени на это думать. Недавно последняя апелляция братьев Борисовых вернулась из Верховного суда с формулировкой «приговор оставить без изменения». На юридическом языке это означает «надежды нет», а они все равно надеются. Это не может быть так, все плохо. Должно быть всегда иногда быть хорошо, наверное. Олег Исаков, Алла Давыдова, Вероника Козлова, Телекомпонентова.